всем привет вы на канале баранки гну меня зовут карина и сегодня покажу вам рецепт оригинального кекса красный бархат с чизкейком внутри для сырного слоя нам понадобится сливочно творожный сыр сахар яйцо мука или крахмал и сливочное масло все ингредиенты должны быть комнатной температуры количество продуктов я как обычно укажу под видео в миску с творожным сыром кладем сливочное масло и насыпаем сахар все хорошо взбиваем на самой медленной скорости нам нужно просто добиться однородности массы разбиваем одно яйцо и насыпаем муку все еще раз перемешиваем посмотрите вот такая сырная масса у нас получилось а теперь отставляем ее в сторону и займемся приготовлением кекса для которого нам понадобится растительное масло молоко сметана какао яйца сахар мука разрыхлитель и по желанию краситель чистую миску просеиваем сухие ингредиенты это мука какао и разрыхлитель все хорошо перемешиваем в отдельную миску разбиваем яйца наливаем молоко насыпаем сахар сметану добавляем растительное масло и все перемешиваем до однородности это можно сделать с помощью венчика но миксером это делать быстрее поскольку массы довольно много я переливаю в более глубокую чашу жидкие ингредиенты и насыпаю сухие все перемешиваю до однородности это также можно сделать с помощью венчика по желанию добавляем краситель все еще раз перемешиваем на этот раз я взяла краситель не фирмы америка лор а том декор и как вы видите оттенок получился не алый а более малиновый но по большому счету вы можете обойтись и без красителя на вкус бисквита это абсолютно никак не влияет подготавливаем форму у меня это силиконовая форма под нее я обязательно ставлю дно если у вас форма не силиконовая то обязательно смажьте ее сливочным маслом и посыпьте мукой таким образом у нас получается французская рубашка для силиконовой формы это делать не обязательно я просто показываю вам принцип работы наливаем половину теста у меня это 650 граммов выкладываем сыр ную начинку и выливаем оставшееся тесто выпекаем при температуре 170 градусов примерно 60-70 минут ориентируйтесь на сухую шпажку воткнутая в центр она выходит сухой и чистой мне потребовалось около 65 минут даем полностью ему остыть и я подрезала дно кекса для того чтобы он ровно лежал на сервировочном блюде переворачиваем и аккуратно приподнимаем края чтобы он вышел максимально ровно и ничего не прилипло к форме посмотрите какой красивый получился посыпаем его сахарной пудрой и дополнительно я присыпала крошкой которая снялась дна давайте же посмотрим что же у нас получилось внутри нежный шоколадный кекс и сливочный чизкейк внутри он просто тает во рту друзья это очень вкусно обязательно попробуйте приготовить а я всем желаю удачи в приготовлении и до новых скорых встреч субтитры сделал DimaTorzok я